Накануне 32 года исполнилась ОСТК, организация, которая была организатором сопротивления националистам Молдовы. Тогда, в начале 90-х, свою родину, семью и дом защищали не только мужчины, но и женщины. Они работали в госпиталях, патрулировали улицы, кормили солдат. Наш сюжет о том, какими в памяти двух бендерчанок осталась то время и та война. Страшно не было. Страшно стало потом, когда мы стали терять своих друзей. Они обе тогда служили в милиции. Светлана Тимофеева больше 10 лет, а Наталья Каналы устроилась работать в бендерскую милицию 5 июня 92-го. Ровно через две недели началась война. В тот день 30-летнюю Наталью отпустили домой со словами «Ты не военнообязанная». Она ушла и вернулась в отдел спустя всего 20 минут, прихватив из дома сухари и консервы. Что делали? Куда ходили? Как жили? Что это было? Ой, трудно сказать. Мы делали все. Вот все, что нужно было делать, мы делали. Ну, оказывали медицинскую помощь. Да, это, кстати, санитарки и медсестры, и чуть ли не врачи. Таскали себе раненых, что делали. Оказывали им помощь первую, отправляли их в госпиталя. Было очень сложно отвезти, под обстрелом возили. Каждый день вместе с другими сотрудниками Светлана и Наталья патрулировали город. Когда находилась две минуты, забегали домой. Мужа Наталья за время войны видела лишь однажды в госпитале. Он был ранен в бою, остался без ноги и чуть не лишился жизни. Наталья говорит держаться и продолжать работать. Помогали подруги. Вот за 29 лет, что я знаю Светлану, я просто поражаюсь ее самообладанием. Это я могу сказать без зазрения совести. Первое наше боевое крещение, когда мы по заданию нас направили на объект, и по дороге ранило мужчину. Это хватай, бери, давай мне этот. У меня руки трясутся, я не понимаю, о чем мне говорит человек. Она говорит, так, этот шприц, вот этот укол, быстренько ему какая-то шоковая терапия, тут же вызвали скорую. Не знаем, конечно, жив он или нет. Страшно было один раз мне, в общем-то, в основном, как бы один раз, когда мы были на 15-й школе, знаянника, мы когда летали самолет. Да, когда нам сказали. Страшно не за себя, а за семью было страшно. Что начнут бомбить, а у меня, думаю, бабушка 90-летняя с двумя моими детьми. Они всю войну провели в Бендерах и делали то, что требовала обстановка. Если надо, лечили, если надо, кормили. Несли службу наравне с мужчинами и о своем выборе ни разу не пожалели. С того времени прошло 30 лет, но и сегодня они по-прежнему на посту трудятся в бендерском городе милиции. Дети выросли, многих боевых товарищей уже нет в живых. Если время истерло какие-то воспоминания, то только плохие. Хочу сказать огромное спасибо обычным женщинам. Они приносили нам все. И сухари, и закатки, и чай. Все, что у них было на тот момент, они просто несли на стол, выкладывали кушать, и кушать, и ребята. Большое спасибо людям, только сплоченными. Мы победим любое зло. Регина Васильчук и Александр Зелинский, ТСВ.